Рабочий день парламентариев начинается с похода в магазин. С собой список, но не покупок, а цен на социально значимые товары. Сперва депутаты палаты представителей проверяют молочку, крупы и овощи. То, что ежедневно лежит в корзине бобручан. В фокусе внимания торговый центр на Максима Горького. Всего в списке 29 позиций. Среди них вермишель, куры, сыр, яйца, масло, мука, сахар, мясо на кости, а также детские каши и консервы. До конца февраля стоимость на эти товары не должна меняться ни под каким предлогом. Роста на Максимум 0,2% допустим только с марта. Для людей, если мы говорим, например, возьмем молоко, то молоко же может быть и в полиэтиленовом пакете, и в тетропаке. И мы должны четко понимать, что упаковка тоже составляет часть ценового диапазона. Здесь действительно, на данном торговом объекте, все товары, которые входят в группу социально значимых, находятся в пределах допустимой торговой наценки. Дальше Ирина Рынейская, Вера Широкая, Владимир Гацко отправляются в аптеку на Минской. Здесь цены должны быть заморожены на 50 лекарств. В перечне в основном отечественные медикаменты. Есть и импортные. Фиксированная цена на всем известный Ангримакс – 6 рублей 90 копеек. Это стоимость 20 капсул. У белорусского препарата с противовирусным эффектом нет аналогов. Вопросы цен на медикаменты сейчас на особом контроле в марте и Минздраве. Фармацевтические компании и аптечные сети также не остаются в стороне. К этой работе подключились и сенаторы. В эти дни они проверяют стоимость лекарств во всех регионах. Член Совета Республики Сергей Нюховский проводит мониторинг на интернациональной. По поручению главы нашего государства, парламент и правительство проводят мониторинги цен. В первую очередь, это, конечно, социально значимые лекарственные препараты. В последнее время роста цен не наблюдается. Есть точечные изменения цен к предыдущему периоду. В Беларуси порядка 500 тысяч человек получают медпрепараты бесплатно. Политика Минздрава направлена на то, чтобы все игроки на рынке были в равных условиях. И частные компании, госпредприятия и государственные аптечные сети. Впрочем, на этом проверки не заканчиваются. Цены под контролем.